В этом видео славные представители самых разных жанров на личном примере покажут нам, какими бывают модуляции на полтона вверх, как их можно понимать, как их можно применять. Если вам для понимания не хватает каких-то базовых знаний про аккорды, ноты, тональности, то попробуйте первые уроки теории музыки по-пацански и возвращайтесь. Канал Нескучный Саунд понеслась. Канал Нескучный Саунд понеслась. В тонике центральной ноты в системе координат перемещается, и вместе с ней, соответственно, вся система координат перемещается. То есть, каждая нота гаммы, из которой состоит тональность, на одинаковое расстояние перемещается. А вместе с этим, соответственно, каждый аккорд в тональности перемещается, потому что из этих же нот он и состоит. Если вы когда-нибудь слышали, как распеваются вокалисты, вот эта вот тема... Вот это и есть модуляция в чистом виде, вне музыкального контекста. Ничего в этом вроде бы красивого нет, звучит это как и каждый раз, обурбание и начало чего-то заново, но сам вот этот вот эффект подъема, нарастания, естественно, можно использовать в музыке как художественное средство. С точки зрения классической гармонии, хорошая модуляция – это модуляция плавная, логичная, благочестивая. И, казалось бы, модуляция на полтона – это вот самое оно, всего лишь на полтончика, минимальное расстояние аккуратненько шагнули, но на самом деле наоборот. Гармоническое родство мы видим на квартоквентовом круге, и оно идет не полутонами, как клавиши на фортепиано, оно идет квартами и квинтами. И для тональности до мажор, тональность всего на полтона ниже нее, си мажор, на самом деле чуть ли не самая далекая получается. По-английски модуляцию, помимо modulation, называют еще key change, то есть изменение ключа, то бишь изменение знаков при ключе. И вот в тональности соль мажор при ключе один диез, и самые родственные ей тональности – это тональность до мажор, у которой ни одного знака при ключе, и тональность ре мажор, у которой два диеза. А знаки при ключе означают ноты гаммы тональности, то есть если у тональности до мажор при ключе нет знаков, а у тональности си мажор при ключе пять диезов, это означает, что из семи нот гаммы до мажор и семи нот гаммы си мажор всего лишь две совпадают, и целых пять отличаются. Соответственно, аккорды, построяемые из этих нот, у одной тональности одни, у другой тональности совершенно другие. То есть переход в любом случае будет слегка шокирующим, и неизвестно, что подумают соседи. В книге Риммана, посвященной модуляциям, о модуляциях на полтона говорится в какой-то там двадцать шестой главе, и говорится так с пренебрежением, мол, ну, безобразие. Но со времен Риммана прошло уже лет сто, и о времена, о нравы, мы нынешнее время творим беспредел, живем как хотим, и модуляция на полтона для нас явление обычное. Сейчас, чтобы судьи в красных креслах развернулись, а диванные критики в своих диванах встрепетнулись, петь надо обязательно очень высоко. На самом перделе своих вокальных возможностей, и модуляция на полтона вверх – это самый такой безопасный способ и модуляцию сделать, и полотенечко себе не разорвать. Но хоть мы и не подчиняемся классической гармонии, мы все же сделаны из того же теста, что и люди, жившие сто-двести лет назад. Наш слух все равно любит воспринимать что-то для него логичное, понятное. Поэтому подготовить слух к модуляции – это хорошо и для исполнителя, и для слушателя, и вообще модуляция нам интересна здесь не как результат, что стало выше, а именно как процесс, как это было достигнуто, какие в процессе были ощущения. И лучший способ подготовить слух к новой тональности – это дать какой-то предупреждающий аккорд. А лучший предупреждающий о новой тональности аккорд – это, наверное, доминанта этой новой тональности. Спасибо, Господи, тебе за то, что все тобой уменьшено, и радость, и любовь, и женщина. Спасибо, Господи, тебе. Спасибо, Господи, тебе. Здесь в этой связке си мажор, ми мажор, до мажор, фа мажор – мы в другой тональности. Тут на что можно обратить внимание. Последний аккорд первой тональности – ми мажор, тоника, и аккорд, переводящий в следующую – до семерка. У них есть общий звук, вот этот вот, нота ми. А общие ноты, как мы уже обсуждали в других видео не раз, очень помогают слуху продолжать видеть какой-то смысл даже в каких-то странных гармонических событиях и чувствовать себя хорошо и спокойно. Поэтому здесь обращения аккордов выбраны такие, чтобы эта важная, опорная для слуха нота оставалась на самом видном месте – наверху обращений. То есть ми мажор там такой – нота ми наверху, а до семерка вот такой – тоже нота ми наверху. И потом это все плавно ползет вверх. И там после еще четырех таких модуляций, их много в этой песне, и дальше в других куплетах, где Камбарова уже не шепчет, а реально крошит, она также продолжает тянуть эту ноту, наступая ей на переходный аккорд. Примерно такое. Спасибо, Господи, тебе! Спасибо, Господи, тебе! И еще один способ помочь слуху найти для себя какую-то логику в звучащем – это добавить нечто повторяющееся в мелодию или в аккомпанемент. Здесь в изначальной тональности до диас минор каденция, вот этот ход из доминанта в тонику обыгрывается так, что доминанта звучит, как аккорд с пониженной девятой. И вот с этой нотой вместе играется фраза, почти такая же, как в голосе, только немножко с другим временем. И потом на точно такой же доминанте с пониженной девятой, с такой же фразой идет подъем на полтона вверх. В контексте это звучит. Если мы модулируем так через доминанту из минорной тональности в другую минорную тональность на полтону выше, то это звучит логичнее, чем то же самое в мажоре, потому что эта доминанта является частью обеих тональностей. Для новой тональности она пятая ступень, для старой тональности она шестая. Очень хорошо это видно в старой доброй песне «Санни». В конце куплета. Куплет. Между куплетами играет аккордовая перемычка. Первая, седьмая, шестая, пятая. Здесь мажорные аккорды шестой ступени и пятой работают как функция субдоминантовая, доминантовая, потом тоника. Но после очередного куплета эта перемычка аккордовая, не закончившись, зависает на аккорде шестой ступени. Первая, седьмая, шестая. Потом он становится семеркой. И вот мы уже разрешаемся на полтона выше, в семи воль минор. То есть обычный переход. А переход с модуляцией. То есть здесь фа мажор, зависнув и став семеркой, перестал быть аккордом шестой ступени тональности ля минор и стал аккордом пятой ступени тональности си бемоль минор. И в отличие от предыдущих примеров, нам не пришлось как бы притягивать за уши доминанту новой тональности, потому что этот аккорд, в общем-то, был изначально частью межкуплетной цепочки. Мы можем взять любую песню с таким же ходом, их миллионным. Но хоть вариант такого внедрения доминанты новой тональности и более плавной и вкрадчивой, чем предыдущие, все-таки в момент, когда этот аккорд становится семеркой и в него добавляется нота, которой нет в изначальной тональности, создается некая доля такого блюзового напряга, что, с одной стороны, не всегда уместно, а с другой стороны, это можно обойти. Оказалось, это больно. Школа, школа. Я скучаю. Мы учились, мы влюблялись. Исходная тональность ми минор, модулируемая в тональность фа минор посредством, по идее, аккорда до мажора семерки. Но когда мы находимся в тональности ми минор, появление до мажора семерки звучит так блюзовое с розовой пантерой немного, что точно не подходит для попсовой песни про школьниц. И как здесь аранжировщик вышел из положения. Он, естественно, не играет вот эту семерку в до мажоре, но и вообще он не играет аккорд до мажор, там он похитрее поступает. И вот мы оказались уже в тональности фа минор. Что здесь происходит? Вместо до мажора играется такое вот файнал фэнтези арпеджио, которое с одной стороны звучит светло, с другой стороны очень забавным образом входит и в тональность ми минор в эти ноты, но и в тональность фа минор мелодический, в которой мы модулируем. И получается, две тональности у нас связывает арпеджио, которое входит в тональности обеих. И, помимо прочего, создается мелодия, которая как бы откуда-то начинается в предыдущей тональности и куда-то логично приходит в новый. Что, с одной стороны, драматизма какого-то добавляет, с другой стороны, слушать помогает модуляцию. Но, опять же, возвращаясь к вот этой тревожной ноте, не обязательно же эти тревожные ноты пытаться как-то замазать, спрятать от слуха, как скелеты в шкаф. Можно, наоборот, главную роль им дать луч прожектора на них, и понеслась, как сделали это хитрые шведы. В этой песне основной риф, который звучит во всех вступлениях, проигрышах и в припеве, он как раз-таки основан на мажорном аккорде шестой ступени с добавленной вот этой тревожной ноткой, и еще до модуляции он звучит там дюжину раз. Поэтому модуляция, которая рвет этот риф посередине, с одной стороны, звучит очень внезапно, с другой стороны, для слуха очень логично и подготовленно. Если вы будете искать оригиналы тех песен, которые я здесь включаю, что я вам очень рекомендую делать, потому что послушать Сашу Зелкову – это одно, а самому погрузиться, попеть и проиграть – это совершенно другое. Но вы можете заметить, что тональности другие. Почти что все аудиопримеры здесь у меня транспонированы на полтона вниз или вверх, картинка отображена там слева направо, так я пытаюсь как-то скрыться от вот этого правообладательского бреда. Мне проще и быстрее было бы, конечно, самому вам наиграть и на петь, но все-таки, блин, оригиналы хочется включать, потому что они прикольнее. Но если где-то в видео пропадает звук, то это значит, меня поймали, взяли за жопу там и наказывают за то, какой я ворюга навредить им хочу. Более джазовый и в некотором смысле более плавный ход, создающий более полноценный портал в новую тональность – это не через доминанты модулировать. А через целый ход вторая, пятая, первая, то есть создавая не доминанту новой тональности, а субдоминанту доминанту новой тональности. Дольче, Вита, Вита, Дольче, Лайк, подписка, колокольчик, Глянь, зелков, худой, убогий, Задонатьте на хот-доги. За счет этого хода вторая, пятая, первая можно уйти вообще куда угодно, и в джазе очень многое на основе него происходит, и не только в джазе, но это тема для отдельного большого разговора. На доминанте свет клином не сошелся, вот эту математически-эстетическую задачу, как попасть из одной тональности в другую, можно решить массой других способов. Вот, например, у Битлз отличный вариант. Picture yourself in the boat on the river With tangerine trees and mama the sky Somebody calls you, you answer quite slowly With girl with kaleidoscope eyes Cellophant flowers of yellow and green Towering over your head В этой песне никто не играет прям аккорды-аккорды, скорее тут, как во взрослой музыке, все партии вместе складываются вертикально в нечто такое, что работает, в общем, как аккорды. В партии здесь основной арпеджиатор вот этот, Бас Тихий привет всем, кто смотрит с телефона. Мелодия вокальная И есть там в оригинале какой-то растянутый ситар, или я не знаю, что такое. Штука здесь у меня изображена таким звуком. И модуляция из ля мажора в си бемоль мажор на полтона выше выполнена таким вот образом. То есть вот в этом такте у нас мелодия заканчивается из ноля на тонике и тянется. И эта же нота все еще тянется в той Тянучки. В аккомпанементе происходит Бас играет И учитывая то, что тянется нота ля Можно считать, что весь этот такт висит фа диез минор семерка, или что постоянно идет изменение фа диез минор ля мажор, фа диез минор ля мажор. Это не имеет значения. И вот следующий такт нам важен. Что это мелодия? В тянучке все еще висит нота ля И бас играет сначала ре Потом до И вот эти полтакта, пока бас играет ре Тянучка тянет ля А в арпельже звучит фа и ре Мы получаем суммарно аккорд ре минор Который с точки зрения тональности ля мажор В которой мы только что находились Можно понимать как заимствование из другого лада Из гармонического мажора Где нота фа диез опущена Забекарена до ноты фа И нормальный ре мажор превратился в ре минор Либо можем воспринимать этот аккорд Как заимствование из одноименного минора Из ля минора Из того вот краешка квартоквинтового круга Где совсем неподалеку наш си бемоль мажор В который мы хотим И если мы возьмем во внимание следующую половину такта Где бас меняется на ноту до Все еще довисает тянучка на ноте ля И все еще актуальные ноты фа и ре в арпеджио И мы получаем аккорд ре минор С нотой до в басу Эдакое такое нечто из четырех нот И эти четыре ноты Если мы перетасуем То можем увидеть их Как обращение аккорда фа мажора шестерки А фа мажор это доминанта к си бемоль мажору И у нашего вот этого аккорда из четырех нот Есть нота фа Которая квинтится и квартится в ноту си бемоль Есть нота ля Которая вводный тон Нижний звук тяготеющий и входящий в си бемоль Есть нота ре Которая уже есть в аккорде си бемоль Есть нота до Которая не такой сильный Но все-таки вводный тон тоже в си бемоль верхний Нам еще помогает бас Потому что в басу идет как мы видим прямой такой ход Ре 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 до 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 си бемоль То есть очень понятная такая лесенка Том-дом-дом Что придает этой модуляции еще немножко веса И напоследок аккомпанемент зависает на ноте ре Фа ре фа ре И дальше вокальная мелодия начинается с этой же ноты Вот здесь То есть резюмируя мы находились в нормальном таком ля мажоре Потом с аккордом ре минор произошло отклонение Легкий какой-то загул куда-то там налево по квартоквинтовому кругу И в процессе этого легкого загула Как-то так сложились обстоятельства и поведение отдельных лиц Что в итоге после наш дом оказался уже в другом месте Загулы и отклонения штука такая Если отбросить идею подготавливающего к новой тональности аккорда То можно сделать все наоборот До того как зазвучат аккорды новой тональности Уже начать петь мелодию в ней Отличная идея Но поскольку, как мы говорили до этого У этих двух тональностей очень мало общих нот Максимально вероятно, что мелодия новой тональности Поверх аккордов старой тональности Зазвучит хреново И чтобы с этим справиться Можно просто перестать играть аккорды Сделать тишину, в которой начать петь в новой тональности А потом уже аккомпанемент подхватит В этой песне вопрос с затактовой фразой и модуляцией на полтона решен так, Что вся затактовая часть фразы звучит в предыдущей тональности поверх старой доминанты И только на сильную долю модулируют и аккорды, и мелодия Еще один вариант избежания слуховых замешательств сделать модуляцию на инструментальной части, потому что все равно ее никто не слушает Вот тут Стиви Вандер после очередного куплета вводит оркестровый риф, тут же повторяет его на полтона выше и жарит солягу свою уже в новой тональности Пока что мы искали способы сделать модуляцию плавной, чтобы переход из тональности в тональность был как можно менее внезапным, логичным и тому подобное Но и это не аксиома, как тревожные аккорды, какие-то диссонантные, существуют в музыке для определенных целей Также резкий такой куцый переход может в определенных условиях быть искомой формой драматизма Изначальный тонализ до диас минор, но заканчивается куплет не на тонике, а на параллельном мажоре На шестерке ми А следующий куплет в ре миноре начинается не с ре минора, а с субдоминанты, соль И получается, что это вдвойне, втройне непонятный переход Но это с точки зрения теории все так непонятно, а чисто по ощущениям мы получаем просто такой драматический выход на гитарное соло Если за дело берется бьорк, то ждите гениально простых решений Гармония и аранжировка куплета этой песни просто позаимствованы из чужой песни риф А гармония и аранжировка припева этой песни тот же самый риф, но тупо транспонированный на полтона вверх Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что любопытно здесь, мелодия, которую Бьорк поет, она не сложная, но не совсем в той тональности, в которой играет риф От чего отчасти и создается вот это характерное бьорковское звучание, которое вроде бы и не джазово заумное, но наивно странное такое Поскольку тональность здесь у Бьорк сразу после припева возвращается обратно, можно сказать, что это была не модуляция, а отклонение То есть не тотальная смена тональности, а временный такой загул И вовсе не обязательно резкий переход без какой-либо подготовки зазвучит сложно для восприятия Если музыка динамичная и звучит уже в пятый раз один и тот же припев, то не будет особого замешательства от резкой смены тональности И нет необходимости рвать квадратность, терять движуху ради того, чтобы какие-то дополнительные гармонические ходы построить Здесь характерно, если перемотать назад и переслушать, в первой из четырех таких модуляций в этой песне Бьонс Аранжировка еще помогает слушателю, там хоть и нету аккорда, разрешающегося в новую тональность, но он проскакивает перед этим И там есть такой контрапунктик, вспомогающий им из одной тональности в другую А в последующих трех модуляциях уже никакой гармонической помощи слушателю нет И в этом есть смысл То есть когда ты уже слышал эту модуляцию и то ли ждешь ее, то ли гадаешь, типа, блин, неужели она сейчас еще выше начнет фигачить То именно без какого-либо разрешения эта модуляция особенно кайфово звучит Опять же, такая модуляция это не обязательно просто способ повторить припев еще раз повеселее и пободрее Она может быть вообще изначальной частью гармонического движения, неотъемлемой Во-первых, я чисто по ощущениям не представляю припев этой песни без этой модуляции А во-вторых, именно благодаря ей гармония в песне логичным образом замыкается и снова приходит к куплету Майклу Джексону и гениальному его продюсеру Квинси Джонсу принадлежит, возможно, самая эпическая полутоновая модуляция в истории Павла Но уделить время я хочу другой их модуляции, которая кажется очень банальной, но на самом деле она очень хитрая Изначально си бемоль мажор Набришь отклонение Как будто бы сейчас будет Но на самом деле там не так, там сразу же еще на полтона выше Такой вот хитрый жук Джексон Михаил В современной мейнстримовой музыке модуляции все менее и менее популярны И мне очень хочется хоть как-то на это повлиять И за два года, что я собираю материалы для этих видео, я выписал больше сотни классных, интересных модуляций И те модуляции, что были в этом видео, все кроме Битлз и Абби, в общем, достаточно простые Там дальше есть еще куча очень интересных и с точки зрения теории, и с точки зрения просто звуковых ощущений вариантов Очень хочется, чтобы вы разделили мою патологическую любовь к модуляциям и дали мне повод эти видео снять Спасибо, что досмотрели Не забывайте, что лайки, комментарии, просмотры имеют значение А финансовая поддержка реально влияет на мою жизнь и на то, сколько у меня есть времени, сил и нервов, чтобы снимать эти видео Любите музыку, любуйтесь музыкой С вами был преподоподобный Александр Пока Субтитры создавал DimaTorzok